У нас сегодня 25 серия наших русалочек. Мы сегодня... Ну, короче, осталось всего 2 серии. Я так хочу уже второй сезон, потому что там есть, короче, персонаж, который меня дико бесит. Вы, наверное, поняли, о ком я. И я так хочу злиться вместе с вами на этого персонажа. Почему я каждый раз, когда разговариваю, делаю... Чтоб ловило лучше. Это V-образная антенна, связь с нашими людьми по всей России. Мы с вами. Сделайте так же. В фильме снимались Гариба Хэйн. Клэр Толк. О, кстати. Вы что, не заметили? У нас, смотрите, какой хвостик есть теперь. Свалберис. Ой, зачем я им сказал, они сейчас повально пойдут покупать эти хвостики. Не покупайте, мы в конце его разыграем. Хотя нет, мне жалко. И Ангус Макларен. О, ты открыл пепси? Что это? За кем она следим? За Люиса, наверное. Свидание под водой. Это очень романтично, мне кажется. Дай попробую. О, нет, она утягивает его на дно. Попался. Ты знала? Нет. Хочешь на очередь? Ну, она очень миленькая. Она очень миленькая под водой. Она такая шладкая. Она, конечно, глупенькая. Но сейчас я уже выработал к ней толерантность. Она сейчас, сейчас она моя самая любимая русалочка. Ой, я Фиби говорю. Ну да, это же Фиби. Фиби Тонкинс. Почему-то, когда ты говоришь Фиби, я сразу вспоминаю вот это вот из друзей. А я из зачарованных. Поплыву к лодке. Зачем она нам? О, нет, Клио, стой. А не то, что Льюис, ну, не может так же передвигаться, как она. Дело не в этом. У Льюиса нету баллона. У него просто трубка. Трубка же должна быть на воздухе. Да, он под водой с ней плавает. А, нет, он плывет под поверхностью. Нет! Реально, у него просто трубка. Чем он дышит, Льюис? Да, слушай, нет, подожди, может, какое-то оборудование? Ну, я не шарю в этом оборудовании. Рубин, какое оборудование? У него должен быть кислород. В Звездных войнах была такая капа, через которую это мог дышать. А здесь нету, это другая вселенная. Ну, может, он изобрел что-то, он же ученый. Он сердечко рисует? А-а-а-а! Ты калю, калю, калю. Знаешь, что мне не понравилось? Как-то это внезапно все случилось в прошлой серии. Они приплыли, поговорили и сразу начали целоваться, а потом встречаться. Какой-то не было очень, ну, там... Во-первых, мы не знаем, сколько времени прошло с последней серии. Может быть, месяц. Может быть, год. Может быть, год. Может, они расстались пару раз, а потом снова сошлись. Это во-первых. Во-вторых, они же питали друг другу эти чувства уже давно. Ну, все равно это как-то... Вот они и все признались друг другу в этом. И теперь они, ну, все, тусят. Да слишком просто как-то. Хочется больше. Ну, можно было... Нормально. Можно же было побольше сделать. Ну, почему так? А чтобы они еще ходили и полмесяца морозились? Поверить не могу, как быстро летит время. Осталось три недели. Да чего? Курорт Сэнди Би, чего ты мы? Пара шагов, и ты в море. Это как плавать в гостиной. Да. О, мои друзья так ездили на море отдыхать. Там вот был такой домик. Не хватало волка, который на него выпадул, и все закончилось. И они прям смотрят, выходит, и прям море. И больше никого нет. Так это ж круто. Ну, они рассказывали, да, было круто. Ехать обратно. Я не еду. Не могу. Но я все уже заказал. Я разберусь. Эмма. Ты всегда ездила с удовольствием. Как и Элиот. Он уже дни считает. Да, знаю. А как же чемпионат по водному полу? Ведь наша семья выигрывает его каждый год. Вот, блин. А-а-а. Я, кажется, поняла. Что? Да. Ты уже взрослая. И ездить на отдых с семьей неприлично, да? Нет, мам. Дело не в этом. Я хочу. Ну. Расскажи мне. Не могу. Я не еду, ясно? Смиритесь с этим. Блин, ну это в чем проблема придумать за столько времени какую-нибудь классную теорию? Должна же быть какая-то легенда. Типа у меня аллергия на воду? Ну, или на соль. На соль. Аллергия на соль. Все. Ну, она тебя поведет в поликлинику. Будете стоять в очереди три часа, и потом какая-то докторша жирная в очках скажет, что это неправда. Ой, да чего ж мило, а? Ой, блин, не могу. Ой, такие притурные. Еще как. Невероятно. Как ты все это притащила? Ради тебя. Мы с тобой, да? Кто мог подумать? Не могу, мне неприятно. Как-то это ради тебя. А сама я буду смотреть, как ты кушаешь. Блин, я не знаю почему, но мне сейчас было неприятно смотреть. Да, мне приятно, они такие миленькие. Как это притерно очень. Нет? Да. Ну, просто, допустим, Зейн с Рикки, они такие, типа, прикольные, адекватные. Ладно, ладно, я просто отвыкала. Я просто отвыкала. Что ты докапываешься? Она ради него принесла еду. Я не докапываюсь. Драники дома наготовила. Ты что? Что, не будешь целоваться? Да целуйся. Яхта Дэнмэн. О, это же докторша. Доктор Дэймэн. Ты вспомнил? Да, это та докторша, по которой сок льется. И сейчас это доктор разлучница, как клином войдет в их отношения. Вот видишь? Вот зачем нам нужно. Нам показали эту притерную ситуацию, некую идиллию, как в фильмах обычно. Там семья кушает, едят, все хорошо. Ну, ты сразу чувствуешь, понимаешь, что сейчас жопа начнется. Нам дают понять, что сейчас доктор Дэймэн сыграет свою роль. Элла, это поездка, семейная традиция. Ну, они переживут. Ты не очень-то умеешь успокаивать людей, да? А в чем, собственно, дело? Нельзя плавать на глазах у семьи, если не хочешь, чтобы они узнали, что ты рыба. Ладно, не хочу это говорить, но у нас проблемы. Мисс Умная Блондинка опять в городе. А можешь уточнить, о ком ты сейчас? Помните ту белокурую лисичку, которая уехала на заказе с себя образцами наших ДНК? Морской биолог. Да, красотка. Красотка? У нее глаза близко посажены. А что доктору Дэймэн здесь нужно? Не знаю. Но ее яхта была пришвартована у острова Маку. Мне так нравится, как Клиуслится. Вот это вот. Короче, блин, она такая милая. Но девочки должны были ее поддержать и сказать, что она уродка. Она еще, когда мы видели, воняла от нее очень сильно. Ты чувствовала, Рихи? Ты чувствовала? Ни ноги у нее клевоват. Слегка, не слегка. Колесом. Звучит как разговор бывших. Да, взаимно. И что привело вас сюда? Работа. Сам знаешь, Льюис. Анализ кораллов, подсчет популяции рыб. Сплошная скука. Что, ищешь работу, Льюис? Нет, это все не мое. Да. В сравнении с тем, твоим образцом это просто скука. Каким образцом? Ну, тот с необычными характеристиками, над которым я работала, а ты стер все результаты исследований в припадке чего-то там. А, тот образец. Ты ведь сделал это потому, что понял, что это будет научный прорыв? Нет, я сделал это потому, что он был мой. Твое право. Ладно, у меня еще много высокооплачиваемой, но скучной работы. Какое-то напряжение, чувствуете? Ладно, была рада. Пока. Они реально как бывшие с обидками друг на друга. Похоже, это обычные исследования. А если нет? Зачем ей врать? Я видел все бумаги. Там просто статистика. Вам не очень. Она просто показала ему какую-то ламинированную бумажку. Я видел все бумаги. У него же не может быть чего-то там на яхте еще. Зачем ей врать? Зачем ей врать? Это же ученый. Он ученый, честный человек. Соответственно, это экстраполируется на всех остальных. Когда она чуть не украла наше ДНК, да, Льюис? Ну, Клео хочет сказать, что морского биолога на остров Мака может привести не только любовь к рыбкам и кораллам. Что там с островом Мака? Ничего. Я слышал, как вы говорили об острове Мака и о морском биологе. Он совсем уже одурел, типа, знаешь, как бабку вот эту. Русалки, русалки. Вы слышали? Остров Мака. А я знаю, там есть русалки. А потом его опять, у него нормально в голове мутеть перестает. Он такой, ой, простите. Ой, Рикки, я люблю тебя. Простите, простите. Ну, короче, начинает такая... А вы тоже боитесь Сашу, когда он кого-то отыгрывает? Блин, у меня столько случаев. Я, ну, шучу за кадром, очень много с Рубиной, и она, ну, где-то два из десяти раз плачет, потому что она перестает думать, что это я. Это правда. Я не понимаю до сих пор, как это работает, но я отыгрываю, допустим, Лукашенко. А Лукаша какого-то? Не Лукаша, а Лукашенко, Лукашенко. Ну, здравствуй. Ну, то есть, она смеется до какого-то времени, а потом начинает плакать. И я не понимаю, ну, вроде смешно, мы ржем, а потом она реально думает, что я Лукашенко, или какой-то бомжар-алкаш, или инвалид какой-то. А когда ты каких-то, знаешь, умственно больных людей отыгрываешь, мне становится страшно под конец. Я думаю, что это реально другой чел. Настолько качественная пародия. Да, там объявился один сомнительный морской биолог. Ничего особенного. Эй, классная рубашка, она тебе идет. Ребят, будете что-нибудь? Это кодовая такая. Эй, классная рубашка, она тебе идет. Типа, пошел вон, заткнись. Нет. Милый, давай договоримся, когда я говорю классная рубашка, ты идешь нахрен отсюда. Не-не-не, ты не заметил, она сказала, что это классная рубашка, встала и пошла куда-то. И Зэм пошел за ней. Ну, ладно. Эй, доктор Дэнман? Нет, я Грэг. Я доктор Дэнман. Вы? Вы доктор? Доктор Дэнман, вы правы. Сексизм какой-то. Классные штучки. И очень дорогие. Что это? Подводные камеры? Угу. Управляемые. С их помощью мы можем точно подсчитать популяцию рыб. Почему она такая, типа, добрая? Ну, в смысле, посторонний человек попал на их лодку. Почему она не выгоняет его, а начинает ему все объяснять и рассказывать? Так, ну, во-первых, доктор Дэнман падки на женский, ой, на женский, падки на мужской пол. Она на сладких мальчиков. Она видит мальчиков, такой, все, все, тише, он мой. Он принесет мне ноготь. Он мой. Она же видит, она, ну, она любит использовать мальчиков, поэтому он спокойно подходит под критерии. Ну, я сейчас его заюзает. Как по-любому. А вы? Я Зейн. Зейн Беннет. А, Зейн Беннет. Сейчас начнется. Ой, застигни, Зейн. Застигни, застигни, Зейн. Что ты? Не хочешь поплавать со мной? Слышал о тебе. Зейн, не ведись. Ты тот самый, кто бредит русалками? Да, я. Ничего себе, Слава. Откуда узнала? Слава о этом сумасшедшем разнеслась вообще за пределы. Что это? Как они там, как это называется, побережная эта зона? Где это вообще находится? Мы не знаем города, где они обитают. Представляете, пройдет, я не знаю, сколько лет, наш канал станет супер популярным в узких кругах, и мы сможем накопить на путешествии в Австралию. Поедем в это. По всем местам. Поедем. Будет у нас рум-тур. Ой, не рум-тур. Рум-тур это у нас вот здесь. А это будет... Просто тур. Просто трип жесткий. Единственный способ попасть в Австралию. Я знаете, что еще хочу? Я хочу еще поехать в Mystic Falls. Это где дневники вампира снимались. По всем этим местам. Там есть музей, короче, все. Дом Сальваторе. Все, короче. Блин, было прикольно. Но я хочу в Австралию. И по сумеркам тоже есть там музей Форкси. Короче, блин, это очень круто. Нет, серьезно? Да, и снимать типа влог. Да. Блин. Ты этого не стесняешься? А должен? Ну? Не хочу тебя расстраивать, Зейн, но они не существуют. Существуют. Ясно. Я видел их своими глазами. Правда? Я привык, что мне не верят. Мы ученые наблюдаем, Зейн. А не фантазируем. Именно. Исследуйте, Мака. Вас удивят проведенные наблюдения. Спасибо за помощь. Вот, видишь, у них баллоны. Ну, да. Я поэтому говорю, у этих баллон... А у Льюиса не было. Ему он не нужен. Он дышит силой любви. Они подоставят камеры, и русалочки попадутся. Они, более того, попадутся вместе с Льюисом. И он такой... Льюис тоже русалка. Только без хвоста. Мутировавшая. Там, знаешь, что, качество плохое. Ну, под водой очень плохо снимать. Трубки не видно. Трубки не видно. Он такой... О, он может дышать под водой. Там же, ну, баллон виден. Баллон виден издалека. Здесь не видно ни хрена. Типа, да, у него жабра. У меня какой-то дикий флешбек. Блин, был же такой какой-то советский фильм. Да, Ахтиандр. Ихтиандр? Ну, Ихтиандр или Ахти... Ахтиандр. Гивми, гивми. Что? Не знаю. Я не понял, что такое. Я не понял, что такое гивми. Смотри, они нашли вход в сокровищницу. В пещеру. Она сейчас увидит сердечко там. Которую Льюис нарисовал. Ну, что? Там что, по их мнению, никто не может быть? Есть ведь вход из этого... Прикинь, я русалка. Вот это сердечко. Вот она. Да, но в эту пещеру есть вход из острова. Не обязательно плыть. Не совсем. То есть... Как они попали в этот остров, помнишь? Да, смотри, они... Сверху же упали. Да, они упали сверху. Но дело в том, что ты обратно не заберёшься. То есть это только вход. А выйти можно только если плыть. Они смогли выплыть оттуда, потому что у них уже была сила русалки. Там 50 метров нужно проплыть. Ага, да, ты прав, я вспомнила. Она берёт анализы воды, исследует рыб, водоросли разные. Вам точно ничто не угрожает. У меня плохое предчувствие, вот и всё. Клио, у неё хорошая репутация. И охота на русалок явно не для неё, понятно? Да это как-то смешно. Сердечко, а то, что там от кроссовок натоптано уже за, я не знаю, какой промежуток времени, они постоянно там таскаются, постоянно там ходят. Ой, сердечко. Не может быть. Взгляните. Прикинь, это он нарисовал такой, взгляните. Я давно хотела вам сказать. Странно как-то. Да, странно. Что это? Что это? Покажите нам. Чешуйка. Что это? Чешуйка. Это чешуйка. Они чё, линяют? Да, скорее всего. Они когда выбираются из этого бассейна, они шкребут со своими этими хвостиками, и от них отпадают чешуйки. Это не больно, когда чешуйка отпадает? Блин, вот как ты считаешь, вот когда рыбу вот этой вот штукой чешут, ей, наверное, неприятно. Ну, блин, у нас волосы выпадают, нам же не больно? Ну, мне больно. Я сегодня, кстати, выходил из двери... Не морально, я не еду физически. Нет, серьезно, я выходил сегодня из двери, вот так вот, закрыл дверь, у меня закрылось, и я вот так сделал, вот так вот у меня волосы торчали. И я сегодня плакал. Я видела много рыб, Грек. Но ничего подобного. Почти готово. Как только она высохнет, я разрежу ее и положу под... Как только она высохнет, она исчезнет. Что случилось? Она исчезла. Это... Это кожа? Дай мне скальпель. Пинцет. Чего? Она превратилась в кожу? Ладно. Теперь добавим немного воды. Она сейчас все догадается. Я вообще не помню эти серии. И вообще круто. Тихо. Страшная анимация, страшная анимация. Ее клеточное строение изменилось при соприкосновении с водой. Это невозможно. Никогда такого не видел. Я видела. Как становится интересно. Вообще кайф. Наконец-то та драма, которую мы заслужили. Русалок поймают высшие силы. Не какие-то там зейны, абстрактные злодеи. А которые реально будут ставить опыты. Элиот, в чем дело? Ты испортила нам отдых. Вот в чем. Я объясню. Что объяснишь? Так почему они не могут без нее поехать? У меня странная боязнь воды. Какая-то фобия. Не верю. Люди с боязнью воды не выигрывают золотые медали по плаванию. Элиот. Ты просто эгоистка. Ты испортила отдых для всей семьи. Езжайте без нее. Ты не понимаешь. Он любит свою сестру. Он хочет с ней быть. У Элиота нет друзей. С кем ему дружить? С кем вот этой? Моя сестра дурная. Моя сестра дурная. Давай обольем ее водой. А потом ему влетает за это. Его сажают на домашний арест. Забирают у него игровую приставку. Потому что она сумасшедшая. У него нет друзей. Он уходит в лес для того, чтобы потусоваться. Ублюдаются взрослые тетени в типа Рики. Да, ну то есть это абсолютно нормальный парень. Ему хочется побыть с сестрой. С хорошим, добрым человеком. Которого он любит. И тут она уезжает. Мотив, мне кажется, налицо. Вся семья меня ненавидит. А я ничего не могу поделать. Ой, это не так. Так. Он просто... Он выглядит как мне посрать. Главное, что Люис рисует мне сердечко. А вот это у тебя не проблема, кстати говоря. Он что, соль просыпал? Ну да. Мы так в столовке тоже делали. Нет, если ты просыпешь соль, это же... К расставанию? Да. Блин, вот почему у меня ни с кем не сложилось в столовке. Так, надо в столовке в институте, а не в столовке какой-то. Там в центре города какая-то засаленная. А вы так не делали? Соль просыпали? Да. Нет, конечно. Я дарил часы. Ну, я имею в виду со столом, когда ели. Не вы конкретно вы, а вообще ты и твоя тусовка. Нет. Мы ведь были в разных тусовках, когда учились в универе. Я была в крутой тусовке. Этот отдых. Какой ты... Вы сидели вообще на отшибе, аутсайдер. Мы сидели за белым столом. Сиди. Мы тоже сидели за белым столом. Это когда ты уже со мной начал дружить. Иди ты в баню. Ты тебя потом... Иди сюда. Иди сюда, маленькая армянская девочка. Правда. И ты пришла и так... О, это я, это я. Давайте веселиться. Я дал тебе все. Ясно? И юмор, и жизнь, и смысл твоего... Существовании. А ты сейчас мне хочешь сказать, что ты до этого сидела с крутыми чуваками. Это я был тем крутым чуваком. С кем ты сидел? Я сидел один, а потом вокруг меня образовалась комьюнити. Ты в том числе. Нет, Саша, ты всегда сидел один, а потом мы начали делать стендап. И ты сел с нами. Не верь, кому вы поверите. Мне или этой лживой. Уходи. Ты слушаешь, Юсь. Что? Это важно. А, я слушаю. Знаете, я начинаю ненавидеть всю эту... Льюис. Прости за вторжение. О, сейчас сердце, значит, девочка увидит. Да, конечно. А, мне страшно. Ты права. Глаза близко посажены. Ты мне нравишься, Льюис. Можем выключать и фантазировать. Может быть, сразу к делу, доктор? Ладно. Мне нужно узнать про тот образец, что ты показывала мне в прошлый раз. Нет, нет, мне это не интересно. Я нашла точно такой же большой кусок чешуи на острове Мако. В странном озере, в кратере вулкана. О, Сид. Рада, что ты, наконец, слушаешь. Видишь ли, образец чешуи, что нашла я, полностью совпадает с твоим. Это точно не совпадение. Я нашел свой в водорослях на пляже. Я тебе не верю. Можете не верить. Ничем не могу помочь. Сейчас сердечко увидит. Простите за вторжение. Все, всем конец. Всем русалкам конец. Просто очень смешно, потому что сердечко, это настолько уникальный знак. Ну, оно точно так же было нарисовано. Ну, ладно, 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 ладно. Ну, типа совпадение. У Льюиса образец, у него сердечко. Она еще просто очень смешно сказала, это не может быть совпадение, такое совпадение. Думаешь, она симпатичная? Простите. Вполне вероятно, что у нее есть... Говори, Льюис. Она нашла улики. Ты сказал, что у нее ничего нет? Ничего и не было. А теперь есть образец чешуи с ваших хвостов. Что? С острова Мака, из вашей пещеры. Дело совсем плохо. Знаю, дело плохо. Очень. Но давайте подумаем. Просто подумаем. Это никогда не помогает, Льюис. У нее всего-навсего необычный образец чешуи. Вот и все. Она не сможет выйти на вас. Надеюсь, Льюис. Доктор Дэнман, вы нашли что-нибудь странное на Мака? Зейн, мне жаль тебя расстраивать, но там ничего нет. Что? Я вам не верю. Там только рыба. Этим мы и занимаемся. Измеряем популяцию. Больше там ничего нет. Почему она Зейну не рассказывает? Да потому, ну, бабки. Она же хочет всю славу себе. Зейн, он... Ну, а зачем Зейну рассказывать? Чем он ей поможет? Зейн-то, этот несчастный. Он же видел русалок. Возможно, он что-то знает. Она может у него выпадать какую-то информацию. Ведь он сказал про остров Мака. Она пошла туда. Ладно, интересно. Ладно, интересно. Классная серия. Ладно, я ухожу. У меня совещание. Может мне... Чего? Его не выгнали из дома? Из вот этого вот шикарного дома. Его не выгнали? Мы же думали, что его все, и наследство лишили. Он же там так отцу сказал плохо. Мы угорали, нет? Ты что, реально думаешь, что отец бы выгнал его, потому что он нагрубил при гостях? Да. Мне бы так... Вот тут я так теперь и живу. Чистишь бассейн? Сделай, наконец, что-нибудь полезное. Привет. Привет. Я видела, как ты сегодня болтал с биологом. Ревнуешь? Нет. Любопытно. Она проводит исследование. Считает рыб, что-то вроде этого. Ничего интересного. Правда? А я слышала, она там что-то нашла. Тихо, тихо. Она сказала, что ничего не нашла. Сказала, что просто считала там рыб. Что ты знаешь? Я, наверное, ошибаюсь. Точно ошибаюсь. Забудь. Так и знал. Она меня обманула. Она знает, что ты о русалке. О, Зейн, почему бы тебе не успокоиться? Потому что она есть, Рейки. Вот почему. Это уже не смешно. Я устала слушать об этом. Может, займешься чем-нибудь полезным? Ты говоришь прямо, как мой отец. Никто в меня не верит. На это есть причины. Уходи. Зейн. Уходи. Не хочу тебя больше видеть. Доктор Дэнман что-то нашла. Она сказала Льюису и Зейну две разные вещи. Одному из них она наврала. Я знала, что так будет. Нас поймают и упекут в запах. Лео. Запустят нас в аквариум. Или будут ставить опыты. Ненавижу опыты. Лео. И любят нас. И заспиртуют в мальчике. У нее уже оскомина от Льюиса. А тут, прикинь, одно дело Льюис, там волосы у нее серые, из нее каллы забирает. Он тут, кстати, интересно, убрал у нее образцы кала? Ну, это нормальная часть экспериментов. Моча, кал. Как к этому подходил, интересно? Фу. Ну, так нужно. Это для науки. Заткнись. Прости. Что? Ты как, Рики? Она сказала, Клио, заткнись. Ну, да. Вот борзота. Я говорю, Эмма, она выпадет из игры. Я вообще... Выпадет из игры. Мы устроим смс-голосование, и она, ну, выйдет. Эх, залпатый. Знаю, ты расстроена. Нам нужно узнать, что знает доктор Дэнман. И я знаю, с чего начать. Итак, что вы нашли? Я не знаю, о чем ты. Я знаю, что вы что-то нашли, и я хочу знать, что... Что тебе сказал? В этом городе я знаю все. Сомневаюсь. У-у-у, батя. Отец? Здравствуйте, доктор Беннет. Что? Вы знаете друг друга? Что ты здесь делаешь, Зейн? Что ты здесь делаешь? Бизнес. Почему бы тебе не уйти и не заняться... Чем-нибудь дорогим? Стой. Я дал ей наводку, и она знает все. Послушай, я... Я нанял доктора Дэнман для изучения состояния экологии. Знаю, тебе это не нравится. Но строительство на острове Мака скоро начнется. Нравится тебе это или нет? Кайф. Оно, оказывается, переплетено. Все переплетено. Блин, очень крутые серии. Блин, очень крутые. Я надеюсь, динамика во втором сезоне сохранится, и там эта история будет развиваться дальше. Нет, там другая история будет развиваться. По-моему, да. А, то есть тут арка получается... Так я, блин, плохо помню, очень плохо помню. Она нашла мою русалку. Зейн. Моя русалка. Ей не до твоих глупых идей. Они сейчас будут там чистить все хлором гексидином, короче. Чем? Все отпечатки. Нет? Хлором гексидилом? Гексидил. Нет, я не знаю, что это. Но, по-моему, этим чистят кровь или отпечатки. Нет? Убери улыбку с лица, мне страшно, когда ты кровь и улыбку совмещаешь. Сейчас они и под камеру попадут. Под радар. Блин, вот тупые девочки. Нет. Внимание, камера. Простите его. Мой сын немного не в себе. Сейчас придет изображение на айфоны. Ну, надеюсь, результаты обнадеживают. Угу. Результаты именно такие, какие мы ожидали. Хотя есть кое-что интересное. Странный образец чешуи. Где вы его нашли? Слушай, Зейн, это не твое дело. Я не знаю, Зейн, но мы нашли его на острове Мако. Нет. Доктор Дэнман, вам стоит на это взглянуть. Так и знал. Теперь вы мне тоже не верите? Дерьмо. Все, ты что, радуешься? Все. Да, ты не понимаешь, просто у Зейна, его поисков, у доктора Дэймона, у них совершенно другая вселенная. Картина мира, в которой не может быть волшебство и русалка. Просто надо это эмоционально по-другому воспринимать. У нас есть мир Льюиса и девочек, вот эта вся магия волшебная. А здесь другое, здесь абсолютно материалистический подход. И тут русалка, ты же слышишь, насколько эту жопу разрывает. Это очень классно. Мне страшно. Она была здесь. Эта женщина здесь была. Это опасно. Она у нас на хвосте. Сюда нельзя больше плавать. Не сейчас. Но это наше место. Наш второй дом. Теперь нет. Реки права. Нам нужно залечь на дно. Больше никаких приключений. Больше. Сколько всяких рыбных олигорий. Она у нас на хвосту. Нам нужно залечь на дно. Никаких рыбных приключений и палочек. Не кататься на дельфинах. Не нырять при луне. Рин, блин, Клио, это меньше из ваших проблем. Я ни разу не видел, чтобы она каталась на дельфине. В бассейне дельфина. Она с ним каталась в обнимку. Да. Он в нее влюбился. Потом помнишь эту серию? Он не в нее влюбился. Ну да. Но типа они так думали. Таких русалок? Надолго? Настолько, насколько потребуется. Ладно. Ладно. Типусечка какая. Как они выплывать отсюда будут? Камера. Главное, чтобы лицо не засветилось. А как они оттуда выбрались? Камера же прям в лоб светит. Причем у русалочек, наверное, должно быть хоть какое-то зрение под водой лучше, да? Чем у людей обычных. Они же могли эту камеру прям ухудо заметить. Ну не заметили. Да более того, если камера сняла их в жопу, почему лицо не сняла? То есть у них сейчас большие проблемы, если это произошло. Все в порядке? Садись, пожалуйста. Ой, бедный Эллиот. Эмма. Мы знаем, что ты не хочешь ехать с нами на курорт. Но... Как насчет абсолютно другого места? Там, где очень сухо. Вроде центральной Австралии. Отдых посреди дикой пустыни? Вы шутите? Это идея Эллиота. Ты согласна? Конечно, иди сюда. Нельзя никому об этом говорить. Меньше всего нам нужно приковывать к острову дополнительное внимание. Зейн, ты ведь никому не расскажешь? Только если ты признаешь, что я был прав. Я давно говорил, что они там... Слушай, сын. Прости, что не поверил тебе. Я был неправ. Прошу извинить, Зейн. Лица! Извинения приняты? Помни, Зейн. Да, знаю. Это секрет. Взгляните на это. Фак, это лица. Другая камера. Не может быть. Я их знаю. Ой, шет. Не думаю, что стоит показывать это Зейну. Давай еще последнюю посмотрим. Сейчас? Да. Я реально хочу узнать, чем все закончилось. Я не шучу. Так, все. Мы прямо сейчас будем смотреть вторую серию. Не знаю, смонтируем ли мы ее разом. Но смотреть будем прямо сейчас. Все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.